всем привет про новую волну сегодня хочу я поговорить вспомнить что же такое новая волна что вообще такое новая волна что это это смена звука смена ритма смена инструментария смена концепции музыкальной но оставаясь при этом в рок-н-ролле мы же рок-музыки говорим не просто музыки большой да а рок-музыки то есть о фольклоре что такое рок-музыка городской фольклор деревенский тоже современный фолк вот этот вот фолк вот это стилай спэн фэр под конвеншн это фолк это фолк-фолк такой классический фолк узконаправленный фолк а рок-музыка в целом вся это чистый натуральный фолк это фольклор народное творчество большинство музыкантов играющих в рок-музыку это не профессиональные музыканты не те люди которые учились консерваториях музыкальных училищах многие учились конечно многие но совсем не все это народное творчество к чему это я к смене концепции к смене звука к смене темпа к смене ритма к смене взгляда к смене даже одежды сценического имиджа это новая волна вот пришло вот это изменение и это изменение называется новой волной вот я представляю новую волну которая накрыла мир музыкальный шестьдесят седьмом примерно году ну шестьдесят седьмой плюс-минус то есть пришел хард-рок хард-рок для конца 60-х это была натуральная новая волна такой музыки ранее не играли даже думать не могли о том что можно так звучать и так играть и появились такие гиганты как джимми хенрикс как группа крим как группа iron butterfly в америке как группа vanilla fudge типичный представитель новой волны конца 60-х годов хочу вот эту пластинку показать она выглядит интересней рок-н-ролл это уже шестьдесят девятый год в общем последний альбом группы vanilla fudge классического состава они собирались и потом и в восьмидесятые годы по моему и чуть ли не в двухтысячные выходила пара пластинок но они не очень интересны хотя музыканты прекрасные здесь играют и здесь и там vanilla fudge как я уже говорил новая волна рок-музыки конца 60-х годов если бы не было группа vanilla fudge никто не знает как бы звучала группа deep apple например и была ли бы она вообще но она была бы скорее всего чтобы и как она играла никому не известно потому что по словам и ричи blackmore а и джона лорда первые альбомы группа deep apple ну то есть когда вот они собрались да и стали играть они были чистыми клонами группы vanilla fudge это слова не мои это слова знаменитых артистов участник участников группы deep apple deep apple но звуки на самом деле это прослеживается на тысячу процентов первые альбомы deep apple и даже не только первые а это что было потом дело в том что менялся 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 техническое оснащение менялись комбоусилители менялись гитарной обработки совершенствовались студии и звук видоизменялся безусловно этого этого не может не быть поэтому звук deep apple конечно изменился сравнивать там если брать in rock и файбл и сравнивать с первыми тремя альбомами конечно звук поменялся но суть осталась примерно той же примерно той же тяжелый рок да вот этот тяжелый рок вырос как раз из музыки замечательной группы vanilla vanilla fudge до нее была группа то есть не до нее а параллельным курсом шла группа с примерно таким звучанием это iron butterfly примерно такое звучание что я имею ввиду это хамонт орган на котором лежит вся музыкальная ткань литер гитара сверху ну и бас ударные понятно но такое широкое использование хамонт органа которые взяли и перетащили к себе deep apple это как раз vanilla fudge и iron butterfly но vanilla fudge были громче чем iron butterfly офигенная группа обожаю ее но vanilla fudge была громче и яростней и я прошу прощения у дуга ингла лучше пела вокал был поинтересней многограннее и гораздо шире вокал марка стоит штейна можно сравнивать и сравнивать когда игре критики с голосом роберта планта они немножко разные конечно но что-то общее есть и в подаче в мощи и в диапазоне и в этой кристальной чистоте с которой поет пел штейн очень все здорово вот rock and roll еще раз я вернусь к этому альбом это последняя пластинка перед распадом группа потому что двое музыкантов ушли к джеффу бэку и образовалась группа бэк богерт эпис ну собственно говоря басисты барабанщик тим богерт и кармайн эпис ушли к джеффу бэку группа была недолговечной но у меня пластиночка то их есть я про нее потом поговорю здесь достаточно послушать две песни вот на этом на последний почему мне очень нравится вот этот альбом рок-н-ролл они два в первая песня которая принадлежит собственно штейну богерту винни мартеллу и кармайна эписа в четвером они написали это такой вот уже такой ломовой hard rock 69 год для 69 года это просто святых выноси это 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 такая тяжесть такой каток такой танк такой асфальтоукладчик такая гитара такой орган такие ударные но эпис он барабанщик все те кто слушает hard rock вообще в принципе знают кармайна эписа как барабанщика множество тяжелых коллективов это просто вынос мозга 69 год ну единственное на что можно сделать скидку что этот звук все-таки 69 года они 75 если бы это было сыграно всеми спятом это бы просто смело бы я не знаю всех там white snake of вместе взятых конечно и еще одна песня отсюда the wind mills of your mind длинное полотно медленная баллада здесь тебе и юрая хип со всеми вот этими вот грандиозными построениями гена хэнсли здесь тебе и child and time the people здесь вот это вот баллада хард роковая с этим вот голосом таким ага ага и со всеми прилагающимися штучками с таинственными барабанами с таинственным заходом сначала хамон таргана с таинственной гитарой который вырастает потом в грандиозную почти симфоническую поэму тяжелороковую такую а с этими вот всеми делами отсюда и выросли наши герои хард-рока но моя любимая пластинка это вот это ренессанс называется она ванилла фарш естественно это третий альбом ванилла фарш шестьдесят восьмой год и тут ребята разошлись не на шутку первый альбом кстати говоря вот этот первый это 67 просто ванилла фарш пластинка которая мгновенно принесла известность клубному коллективу который работал в американских клубах собирал не очень большое количество зрителей но те кто приходили тем совершенно с ума сходили потому что такой звук вот такая мощь 67 году но только джимми хендрик себе такое позволял на у хендрикса не было органа на сцене то есть не было плотника орган же создает такой такую плотность заливая все своим вот этим хамбандовским звуком вибрирующим у хендрикса этого не было у него все-таки же скач был гитарный а здесь плотный вал звука стена орган гитара бас-гитаристу помрачительный тим боггерта просто просто машина какая-то полу джазовая полу хард-роковая машина очень много играет на вас гитаре и очень все на месте и конечно здесь ну первая площадка на час из коверов очень правильный ход хотите чтобы вас слушали пойти хорошие песни здесь собраны очень хорошие песни например три песни битлз ticket to write шизна д и эленору ригби все эти три версии очень понравились ленону и маккартни я даже подозреваю почему потому что ну во-первых они очень качественно исполнены очень здорово спета все как я уже говорил марк штейн он прекрасный вокалист голосовые раскладки ими конечно битлз не удивишь но сделаны очень точно и и даже больше чем у битлз в оригинале на пета столько что мама дорогая особенно были на ригби там чудеса и ленон маккартни конечно просто раскрыв рот наверно это послушали и посмотрели друг на друга и спросили ничего себе а разве и так можно играть эти песни ник никому в голову не приходило что можно и так вот их сыграть вот с такой вот с такой звериной просто яростью и громкостью и при этом еще в три раза медленнее чем в оригинале все очень медленно и ticket to write медленнее в раскачечку такая раскачивающаяся медленная песня и шизна д но шизна д правда пободрее она совсем уже превращена в какой-то хард-рок такой невероятный а или но ригби это пинк флойд отдыхает хоквинт отдыхает тенджерин дрим отдыхает всех космонавты отдыхают здесь такой space rock сначала что даже не понятно что это вообще такое будет проходы хаммонда какие-то из 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 атмосферы венеры в атмосферу марса перелетающие зацепляя землю по дороге и переворачивающие и и вот этот вот хаммондовский хаос гитарный хаос басовый хаос очень точно просчитанный выливается в или на ригби не такой вот как у beatles или на ригби страшная такая или на ливе и конечно лена ну это понравилось и маккарт не это понравилось маккарт не понравилась нами потому что это очень музыкально все сделано а лену ну из-за того что это очень зверски яростные необычно и концептуально в общем они одобрили и пластинку продавалось очень хорошо не из-за того что beatles одобрили а из-за того что просто она не обычная и интересная а вот ренессанс тут уже ренессанс совсем песня paradise номер три одна чего стоит она стоит многого хотя бы из-за такой громкости гитарного вруба в середине песни гитарно-басово-барабанного там записан такой удар ради одного этого удара стоит послушать эту песню это не шутки это не прихоть моя какая-то это такая музыкальная находка для 69 года даже не хендрикс не айрон ботельфляй не лодзепелин не побоюсь этого слова такого не делали такой мощи страшный не black sabbath никто там на блок салат еще там далеко им до этого было но тем не менее это даже сейчас это слушаешь когда вставишь и здесь все каждый sky the sky cry этого на его забой первая песня грохот грома дождь гонг предвосхитили они первый black sabbath и дождя здесь больше и гром здесь громче и объем не и все это в пространстве столь грандиозно звучит что я не знаю я не знаю у black sabbath все это более сжато хотя многим кажется что первый львом black sabbath это ночь навалилась страшными демонами на тебя по сравнению с ванилой фашисты демоны вот такие вот кажутся здесь демоны какие демоны кошмар просто при этом очень музыкально очень чисто спета круто все здорово и длинно семь с половиной минут все как надо грохочет гром молнии блещут соло гитара бас орган и все медленно и страшно отлично толст следующая песня мысли задумчивые про paradise я уже сказал это вообще красивая очень балладная штука тоже очень тяжелая и переходящая в этот бешеный удар в мозг в сердце легкие разрушающие все вокруг и дальше все в таком же духе заканчивается произведение песни season of the witch который написал donovan season of the witch ну и здесь это очередная симфоническая хард-руковая поэма можно сравнить с или на ригби такой же просто симфонический рок-оркестр в виде четырех музыкантов хаммонд орган гитара бас-гитара ударные но это что-то невероятное просто для конца шестидесятых годов да и для современного звучания очень много групп взяли за основу музыку ванилу фадж не только музыку ванилу фадж а звучание ванилу фадж и родили из всего этого ту штуку которая называется теперь хард-рок вот за это за хард-рок я и выпью сейчас пойду пока